Развитие общественного транспорта обсудили во вторник на заседании правительства. По данным анкетирования, 65% опрошенных удовлетворены организации транспортного обслуживания. Рынок перевозок представлен предприятиями воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта. Основная его часть сконцентрирована в областном центре. При проведении обследования пассажиропотока был проведен соцопрос, цифры которого я хотел бы довести. Самый востребованный транспорт это маршрутное такси 53,4%, троллейбус 19,8%, автобус 18,2%. На вопрос сколько пересадок делаете, ни одной 58% населения, одну 27, две 11. Много говорили о нелегальных перевозчиках. Например, маршрутки властного центра с пометкой «Без льгот». Это и есть нелегалы. Вероятно, они получили лицензию на работу, но договор с администрацией не заключили. Что делать с такими предпринимателями, пока до конца не ясно. Слишком много пробелов в законодательстве. Об организации скоростного движения поездов до Москвы Павел Коньков попросил отчитаться профильный комитет в ближайший месяц. Главный докладчик пояснил, что необходимый пакет документов уже отправлен в Московский институт железнодорожного транспорта. На сегодняшний день они готовы взяться за эту работу. Мы составили вместе с ними техническое задание. И техническое задание находится на рассмотрении вице-губернатора. Я вас предупреждаю, что я от этого поручения не отступлюсь. И вы от меня не отпишетесь. И вице-губернатором не прикроетесь. Вот у меня ощущение, что вы для себя решили, что делать не надо. И не делаете. Эмоциональный разговор получился у губернатора с начальником управления информатизации. Когда ГЛОНАСС реально заработает? Антон Калмогоров ответить был не готов. Еще раз повторяю. Задаем точность прибытия маршрутов на остановочные пункты. Отклонение при улучшении точности должно фиксироваться системой. И всем руководителям транспортных организаций, кто отвечает, эти данные должны клацаться на стол. Я и спрашиваю. Я, как исполняющий обязанности губернатора, когда смогу получить эту информацию? С 1 июля губернатор, председатель областного и городского комитетов по транспорту, получит от информатизации отчет. В нем будет указано, кто из перевозчиков соблюдает графики движения, а кто ездит с нарушениями. Не переценил ли Антон Калмогоров силы своего управления, пообещав такой объем информации, станет ясно через месяц. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.